ну что ж дорогие друзья всех приветствую на моем канале с вами как обычный адриан колл приветствую всех на моби хрен тв дорогие друзья до shadow fight 2 вернулся на мой канал между сериями я попытался по раз поиграть как пару раз много раз поиграть друзья у меня так жопа сгорела я 200 тысяч раз пытался победить одного ублюдка вот здесь старых ранах предыстория короче нашего дедушки вот этого года давайте я один раз покажу кто это такой это как раз рысь друзья я держусь рысью сенсеем короче давайте посмотрим посмотрим я не знаю я уже два дня не играл и думаю что у меня сейчас келуха полной жопе ну посмотрим что я там смогу держать короче он берется мечом по сути поначалу вроде бы ничего такого сложного но вот одно но это вот этот странная дистанция на которую вот смотрите что делает во первых какой-то геморрой с меня спорт жопу вылазит потом дистанция которая ну я не знаю как ее доджет здесь вообще она просто тотальная казалось бы ну этот рысь не такой уж и тяжелый противник да вот эти что он делает просто не дает не дает мне подойти просто по мне и соврать какие-то раз 11 12 пытался пройти я не смог я не смог я получил четвертый лево насколько я понял нет постой все было совсем иначе прости старика запамятовал так это я не знаю о чем речь была короче я нафармил ни хрена себе сколько денег ну для начала 4 почти четыре с половиной тысячи это я думаю не хреновая сумма четвертый лево я в принципе получил я вроде бы вот да специально для вас не улучшал себе навык двойной удар ноги из подпрыжки вот так вот нажимаете вверх и два раза ногой посмотрим что это давайте изучим потом посмотрим что это такое с чем вы едят так здесь у нас есть двойной удар ноги туда-сюда просмотр можно посмотреть вот он но это слишком как бы такой замудренный удар слишком длинная анимация я думаю ну это из удара с разрядов для красоты вот я считаю я не считаю каким-то супер эффективным и вот получил я еще три ачивки шквал ударов комбо из 7 ударов на грани на грани я друзья я удалил то видео я специально записывал это как бы для youtube видео драки с видео длилось где-то минут 40 50 у меня там так жопа горела я просто не хотел чтобы вы видели вот эти вот мои эмоции которые прямо зашкварные я просто удалил ее и там столько раз было на грани с этим рис буквально там на миллиметре я его выигрывал и на последнем раунде он все равно меня включает свое вот это вот геморрой черную дорогу поджогу которым не улазит и все я просто с этим ничего не могу сделать дистанция вот эти кидания этими и кунами и сюрикенами потом вот это вот черная дыра геморрой и все так и вот мне считали по лезвию бритвы завершить пять раундов с критическим уровнем на здоровье вот видите это пять раундов из тех всех раунд который это проигрывал выигрывал и короче туда-сюда получили мы опять ачивку горело вы просто не представляете насколько мне горело вы сами понимаете что такое за один присест получить ачивку пять раундов с критическим уровнем здоровья представьте что было еще там помимо этого и давайте посмотрим что там за оружие есть я конечно надеялся что мне напишут в комментариях чем не купить бла 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 но вот меч покупать я не собираюсь потому что она слишком медленно в этой игре мне не нравится дальнее оружие вот такое длинное но здесь немножко более-менее медленно и как-то я не знаю по таймингу слишком тяжело таким оружием управлять но если вот брать какой-то более-менее такое коротенькое то такое более-менее быстро это в принципе ничего такого уж и сложного нет короче пока я восьмиугольники тратить не буду да давайте купим сразу же вот это вот оружие за 600 копеечек дырявых кираса ярости или кираса ярости я не знаю как правильно это прочесть вот нам дали какую-то пузатую робу мне кажется что там пузо блин господи нагрудник кенда то у нас есть старая кожаная куртка сейчас будет у нас или нагрудник кенда или же кираса ярости получается но у нас есть принципе на нее деньги я не знаю стоит ли мне тратить восьмиугольники на эту штуку скажите мне пожалуйста напишите в комментариях стоит ли вот это вот покупать просто вот мне очень интересно так дальше давайте поехали сначала наверно посмотрим еще шлем и господи как будто солдата как будто как будто или как будто я не знаю как солдата короче вот такой вот такой у нас еще коническая шляпа но она уже в принципе была вот это у нас уже как бы надета так давайте сравним у нас вот это вот еще можно улучшить оказывается это будет плюс 25 улучшения плюс звездочки на четвертом уровне короче 28 защиты здесь тоже 28 здесь уже идут 53 друзья сами понимаете мне кажется лучше ее купить уже сразу же да без всяких там комментариях все остальное давайте сравним кстати робу им смотрел 30 18 30 это защита 18 так удару и здесь смотрите 55 43 но если у нас его такая 55 43 но просто в чем разница здесь магическая хрень походу какая-то неистос шанс на повышение урона 150 процентов течение пяти секунд после получения удара этот шанс зависит от силы свойства офигеть друзья я думаю наверное все таки я куплю ее даже без ваших комментариев я наверно все таки потрачу восьмиугольники потрачу еще дырявых монет и вот будет у меня супер крутая кираса ярости матью просто еще с улучшением как бы на два можно еще улучшить еще и все еще я думаю пока этого хватит давайте пойдем посмотрим на рвись есть друзья можно потраться с телохранитель кинем вызов и посмотрим что мы с ним сделать но мне кажется на уровне легко в принципе мы не так уж и долго будем короче его лупить тебе никуда не убежать и никуда не спрятаться орден найдет и уничтожить тебя во что бы то ни стало но в этом нет нужды я сама с тобой разберусь во славу своего учителя короче здесь очень пафосная подруга да ну очень такая не пафосная наоборот она такая вот честь слава там своего господина игла кстати игла опять это игла когда меня бесит давайте дадим прочих она я думаю не слишком она будет такая дерзкая хотя оп хотя вот я вот видите эффект эффект как говорится крутых шмоток только надеваешь шмотки все ты за стрелку забываешь ты думаешь что-то твои шмотки сделают все очень это для всей победы кто берешь ничего тебе делать не нужно просто вот так вот спам все кнопки и побеги в принципе вот так вот я только что сделал друзья я просто давно не играл и реально тайминг это все немножко похерилась у меня так что не обессудьте вот по таймингу хорошо и телепную и по челюстнику отлично свороза с разворота хотел но она меня на болевой чпокнула есть есть палочки отлично удар у меня просто плотненький конкретно мы дали посраки забрали 700 монет 733 еще плюс 100 золотых тут и золотых дырявых короче звездочек я поражена нет это невозможно орден не потерпит подобной наглости тебя найдут и покарают тень я же потемнел экран после этого так и все друзья вот опять же решить телохранитель становится небес со сложностью невозможно то бишь у нас есть принципе немножко денежек можно будет пойти я думаю да и улучшить наше оружие вот один раз второй раз максимального улучшения друзья стальных дубин просто 75 73 ожесточайший удар просто по телепнуть кому-то по челюстнику будет очень жестко давайте наверное еще третий уровень сделаем короче нашей вот кераси и это тоже максимальный это я думаю пока потому что я вижу вот что там еще можно будет улучшать и давайте все-таки лучше кабуто кабуто наш улучшим один раз и второй раз все теперь заходим на карту боёк и посмотрим что там с телохранителями но тут уровень безумно друзья безумно этого недостаточно недостаточно абсолютно игра вынуждает нас поднять до пятого левела чтобы мы на пятом левеле как минимум смогли кинуть вызов как вы понимаете на уровне безумно меня сейчас просто растилипает ну давайте ради контента друзья я просто покажу разницу уровень безумно и что показывает искусственный интеллект на такой уровень сложности я без труда одолел рысь при первой нашей встречи однако стянув маску с лица поверженного противника я увидел что это было лишь чучело затем я почувствовал кухни рыси у своей шеи с тех пор я служу ему верой и правда ну да походу короче рысь как бы похвалил чувака который просто дал перей кучу вот так вот так мы продеремся против призрака уровень безумно друзья может быть на молчаночке если буду вывозить не знаковать я буду молчать ну очень сложно дар вообще просто смотрите игре играла ай опа ну у него тоже в принципе не такие уж и жесткие удары и конечно не то хотел сделать это не то хотел тоже сделать немножко я ай 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 как он меня бьет но он тоже не сильно меня бьет принципе можно будет поиграться ай какой бы крутой удар ай 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 тихо 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 отлично Да господи, ну почему? С одной стороны палки вроде бы крутые, но с другой стороны не хватает длины этой палки, друзья. Уровень сложности безумно. В принципе, неплохо. Можно давать пилюлей. Ай, там было совсем было бы круто. Да что такое? Почему он промазал? На волоске. Ну вот бесит меня такие бои, понимаете? Я вот вроде бы... Ладно, молчу, молчу. Я опять просто затратился, молчу. Майс. Вот мечара, мечара какой-то вонючий. Да что такая анимация такая тяжелая у этих, я не знаю, палок. Да бежит его! Господи! Можно, можно бить его, друзья. Можно, короче, безумно справиться, но тяжело. Ай, как-то ловит он меня на тайминге и чувствует, эта собака сутулая. Как он меня ударил! Я просто немножко запутался в этих тенях и просто принял его за себя. Мне... Ну, теперь мне по голове. Давайте, давайте так. Для контента я сделаю, короче, три схватки. Это вторая, давайте. Будем считать эту, короче, схватку второй. И попробую, попытаюсь поиграть на молчанке, друзья. Так что я молчу, если что, я здесь. Ху-ху-ху-ху! Какая красота! Ай, не то хотел сделать. Ай, не то. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, палки-траны, бей, бей его. Круши, ломай. Бей. Хорош. Если я не победу здесь. Ой, хорош добивание. Есть, есть, есть полость жизни ещё есть, друзья. Можно бить этого призрака. Отлично, я прокачал свою броню. Побуб, ну как, ему врезали, друзья. Да куда ж он ушёл? Ай! Собачий ух. Так какой тайминг у меня уже просто аж горит в жопе. Я извиняюсь о выражении, друзья. Ты пустой! Всё, молчу. Я понял. Опять начинаю говорить. Давай собака сутулая. Вот во втором раунде он как будто добавляет. Да, он походу добавляет. Короче, третий раунд, друзья. Третий раунд второй схватки. Очень тяжело. Очень тяжело противник. Ну что это за было за приседание? Уживай насколько он меня ляпнул. Да почему ты не попадаешь вообще? Алло! Да бахни ты его! Есть, хорош! Да бахни ты его! Ну почему прошёл его удар? Круто жопый! Вот видите, как у меня в вас горает гнездо. Давайте последнюю схватку, потому что прямо ж... Ой, сердце в пятки выходит с таким боем. Молчу, молчу. Вот такое впечатление, что... Всё, молчу. Да да я мать! Я же молчу! Уйди! Уйди, скотина! Вот не попадает! Почему не попадает? Тут вроде бы по его же физиономии прилетает. Мои палки. А это ну что такое? Бейся! Бей его! По мне прилетело просто жёстко-жёсткий удар. Боже мой, спасибо! Через 23 года ты, короче, сделала мне подсечку, которую я вымаливал. Дай мне подсечку! Уху-ху-ху! Двага-ху-ху! Вот это было эпично! Давайте молчу, молчу. Собака сутула. Как он это делает? Зачем я подпрыгнул? Даже не моя механика. Не мой стиль боя. Не давай вставать! Все, у меня горит. Да там один удар! Четыре дырки! Есть! Безонство храбрых. Это просто было жёстко, друзья. На третьей уж хватке! Как это было эпично, друзья! Это стоит лайка! Это стоит вашего лайка! И вашего комментария! 860 дырявых монет. Начинаем мы зарабатывать на нашем улучшении, друзья. Вот какие мы бабки сейчас зарабатываем. 100 золотых дырявых звёздочек нам тоже дали, в принципе. Моё поражение сделает рысь лишь сильнее. С каждым боем он узнаёт всё больше о твоей технике и приёмах. И о том, как победить тебя. Вот какой драный ублюдок! Я ему надавал пилюлей, а он ещё тут выёживается. Короче, друзья, вот такая вот серия жёсткая получилась. Фу! У меня, друзья, ладошки потные, ноги потные. Всё потное, друзья. Спасибо вам за просмотр! Ставьте лайки, комментируйте, пожалуйста. Пишите в комментариях, какое оружие вообще покупать. И как вообще двигаться дальше. Потому что для меня эта игра как бы новая. Может быть, кто-то проходил, у кого-то есть опыт. Так что делитесь в комментариях. Пишите, пожалуйста. С вами был Адриан Кол. Вы были на канале Моби Хрен. Всем спасибо! Всем пока-пока!